Да, друзья, вот именно так беточек у нас упал 24 тысяч на 2700, на 15% почти упал. И посмотрите-ка, что мы видим, бодренько начинает отскакивать, несмотря на ФРС, ШМРС, вот у нас уже сеточка EMA Ribbon развернулась в бычью сторону на 30 минутках, и вообще всё выглядит более-менее норм. Ну, хотя с другой стороны мы и тут так отскакивали, и тут так отскакивали, и тут так практически отскакивали, и тут сейчас можем так же отскочить и полететь ещё ниже. Можем-можем, тем более, что ФРС у нас с вами чаепитие буквально через несколько 30-минутных свечек, а когда вы это смотрите, уже, может быть, оно и произойдёт. Но, тем не менее, я хочу заострить ваше внимание на более глобальной картине, а именно, что мы всего лишь идём вот такими вот пампами и коррекциями в этом боковике, в этом, можно сказать, восходящем боковике. Но глобально всё ещё мы очень-очень с вами низки. Посмотрите, мы ещё не закрыли даже вот это всё падение и не вернулись к нашим с вами уровням 28-32 тысячи, о которых говорим уже месяц. Месяц мы уже говорим о том, что неплохо бы хотя бы закрыть вот это всё падение, даже в рамках коррекции к этому ещё большему падению. А если так посмотреть, то ещё большему падению. Поэтому, ребята, очень похоже, что мы сейчас каким-то макаром, не знаю, вот таким или таким, но всё-таки придём сюда. Тем более, посмотрите на ETC. Смотрите, как прёт ETC, эфир-классик. Он всю эту дорогу, пока другие альты дампили и вернулись к своим предыдущим линиям сопротивления, он отстоял просто классически, я бы сказал. Классически отстоял своё право за то, чтобы быть настоящим эфиром и рисует сейчас восходящий треугольник с поджимом. И, блин, если это пробьёт, то там потенциал очень серьёзный. Вот на длину этого флага там или как ни назовите, что это у нас. Вот 80%, тут как бы потенциал сходить ещё на 80%, ну или хотя бы даже на 50%. Короче, куда-нибудь на 45-50, прикиньте, какие там шорт-сквизы. Тем более, я вам напоминаю, что кто не в теме, ETC на Bybit торгуется не так давно во фьючерсах, вот он типа всю дорогу падал. Но на самом деле, если мы посмотрим на ETC под углом более исторической перспективы, скажем, график Binance какой-нибудь откроем, то я вам хочу напомнить, что в прошлом году многие сделали на нём крышесноснейшие иксы, включая меня и я надеюсь, что вас, ребята. Потому что многие мне писали, что «Вау, чувак, ETC, да ладно, нифига себе, я теперь сказочно богат». 3000% он выдал, а на самом деле больше, если там одна смотреть, почти 40 иксов. Улетел он с 5 долларов на 180. И что вы думаете, это было всё одно движение, одна большая палка? Нет, конечно. Смотрите, он летел наверх несколько недель. Давайте посмотрим, как он летел. А летел он таким же способом, посмотрите-ка. Сильный памп, консолидация. Здесь все повыходили, зашортили. И что дальше произошло? Бум! Супер-мега to the moon. С переписыванием, кстати, своего предыдущего all-time high. Это всем, кто говорит, что старые альты не переписывают all-time high. Это полный бред, потому что, во-первых, и ETH тоже это старый альт, и Dogecoin, и Cardano, да и даже Bitcoin это старый альт всей финансовой денежной системе. Короче говоря, ETH классик очень сильно порадовал. Но сейчас, ребята, рано радоваться, потому что он, конечно же, в даунтренде. Если вы помните, я вам говорил вот здесь, что ETH классик, ну, как минимум, надо разгрузиться. Я большую часть разгрузил, и вот сейчас я его плавно догружаю, ну, то есть спот позиции не трогаю, на фьючах пока лонги не открываю. Хотя, конечно, тут было очень сладкое движение, но без фома. Давайте на это смотреть. Без фома что мы видим? На недельном таймфрейме мы уперлись в недельную сетку EMA Ribbon. В прошлый раз мы, когда уперлись, мы ее пробили, но не удержались над ней и ушли еще ниже. В этот раз давайте посмотрим, как она отработает. Это, опять же, уровень 30. Если пробьем выше, там 35-40. Сможем ли мы закрепиться над ней и пойти еще выше? Вот это будет хороший сигнал о развороте тренда. А пока, да, ETC выглядит хорошо, и, соответственно, ETC к эфиру тоже выглядит хорошо. На 6% подрос. Я вам напоминаю, что ETH классик к эфиру находится на очень пригодных значениях для покупки. Как мы видим с вами, сила продавца падает, соответственно, покупатель интересуется. И сетка EMA Ribbon тоже сжимается практически уже в разворотную сторону. То есть о чем-то нам говорит, что люди сейчас из эфира обычного, ну, форкнутого, будут бежать в эфир классик. Короче, кто не знает вообще тему, что за эфир классик, и то, что это реально true настоящий блокчейн эфира, посмотрите мой обзор про хардфорки, сейчас он появится у вас вот там вот, прямо вот там вот там вот. Нажмите в правом верхнем углу экрана и посмотрите. В общем, ETC вперед, гоу-гоу-гоу. Вы знаете, наверное, я фанат ETC, но также мы видим, что другие альты стоят все еще. И что касается меня, я снова залетел. Вчера, кто смотрел наш стрим с криптодедом, я сказал, что я вышел. Вышел, потому что было падение. Сегодня я уже обратно залетел в эфир, в Dash, в XRP немножечко залетел Polkadot, Bitdao, Litecoin, Bitcoin Cash снова. То есть, грубо говоря, ничего не потерял, ничего не заработал на этом падении. Сейчас снова вот залетел, потому что думаю, что мы будем идти наверх, ребята. Но это всего лишь мои ожидания. Я буду сейчас смотреть по ситуации, как выложу это видео, как начнется ФРС. Феерия, может быть, тоже там буду выходить, перезаходить. А вы, пожалуйста, отнеситесь ответственно к своим депозитам и не залетайте вслепую, если не понимаете, что вы делаете. Давайте посмотрим Dash. Я думаю, что многим интересен Dash. Я на нем увидел очень интересную ситуацию. Смотрите, на дневке он вообще выглядит очень слабым. Никак не может пробить вот это сопротивление локальное, выйти на вот эти предыдущие уровни. И кажется, что он сейчас закатится и пойдет еще ниже пробивать вот это вот дно. Но давайте приблизимся. И вот здесь мы с ним сражались, вот здесь мы с ним сражались, вот здесь. И сейчас оно, возможно, отработает как поддержка. Оно уже вот здесь отрабатывало как поддержка. И вот здесь, когда мы его пробивали, у нас тут есть повышающиеся минимумы и понижающиеся максимумы. То есть мы рисуем такой некий треугольник. Я думаю, что выход из него будет очень скоро. Я жду выход наверх, потому что падать-то уже особо некуда. Я напоминаю всем, кто не в теме, что Dash недавно стоил 100, 200, 300, 400 долларов. А all-time high у него 1600. Поэтому я думаю, что для локальных трейдеров вот этот уровень сопротивления хорошая точка входа. Опять же, будем смотреть сейчас на реакцию по ФРС. Может быть, будет вот такой сквиз. Но в целом, я думаю, что нас ждет очень сильное пробитие. Тем более Twitter. Листаю крипто-Twitter. Я вижу, что Dash сейчас очень много твитит. Пишет, что этот год был годом строительства для их платформы. Годом разработок, годом строительства. А следующий год будет просто взрывной для Dash-платформы, которая выйдет в четвертом квартале этого года, они обещают. Поэтому, ребята, давайте посмотрим, как это все будет отработано. Потому что я вам еще раз напоминаю, что Ether Classic мы видели как пампел, Dogecoin видели как пампел, а Dash пока не видели как пампел. Вот это все, это была вялая разминка, когда он на 500 долларов слетал. Я все еще жду от него движения с переписыванием вот этого хая. Потому что Dash очень классная технология, супер блокчейн, не ломаемый ни разу. На рынке с 2014 года все еще держится на мульти-иксах со своих первых значений, в отличие от многих альтов, которые ушли на скам. И реально дефицитный актив, еще более дефицитный, чем биткоин, если что. То есть, если даже каждый на Земле захочет завладеть одним Dash, у него это не получится. Надо это понимать. Ну и да, он просто супер-мега-перепродан, как вы можете видеть сами из графика. Он был супер-мега-перепродан даже вот здесь, по 200. А сейчас он просто гипер-мега-перепродан. Вот и все. Поэтому я вам просто даю эту информацию. Не надо сейчас бежать на всю котлету, брать Dash. Но, на мой взгляд, очень-очень-очень-очень надо. Поэтому я это делаю. У меня и на споте есть Dash, и на фьючах Dash. Ну и не только Dash, кстати. Биткоин кэш тоже выглядит супер-мега-перепроданным. И при этом я реально вижу его масс-адопшен. Я уже говорил, я тут приехал на болишке в ремонт телефонов. Там висит наклейка «принимаем к оплате биткоин кэш». Поэтому я тоже жду его сейчас локально куда-нибудь на 200, а то и на 600, потому что он недавно был 1600. Короче говоря, картина-то очень красивая по многим альткоинам. А тем временем доминация BTC у нас посматривает в сторону альтсезона на недельки. Потому что, смотрите, мы так и не вышли из этого коридора. Мы так и не развернули сетку в бычью сторону. И похоже, что мы отверглись. Это был ложный пробой. И мы сейчас идем вниз. Если мы пробиваем вот этот вот лоу, чуваки, дорога в альтсезон открыта, которого мы ждем уже с вами больше года, вот с этого самого момента. Если это рассматривать все как медвежий флаг по доминации, то тут как раз будут цели примерно 15% биткоин-доминации. Соответственно, супер-мега-мощнейший альтсезон, ребята. Как это, кстати, было и вот здесь в прошлом мега-балуране, что у нас была финальная фаза и потом разворотная W и уже биткоин-сезон на медвежьем рынке. Короче, тоже интересно выглядит доминация. Но, тем не менее, слушайте, если все же мы сейчас вот так вот прорвемся, то этот сценарий отменяется. Друзья, хотите верьте, хотите нет, но To The Moon крипты неизбежен. Неизбежен. Вон, посмотрите, фондовый рынок на месячном скорректировался S&P до сетки MA Ribbon, как вот здесь на коронадампе, как и многие разы. И на дневке тоже рисуют разворотную формацию. Похоже, что идем шорт-сквизить всех. Лайткоин тоже, в принципе, очень похожую формацию рисуют локально. Тут даже более позитивный такой треугольник тоже восходящий. Короче, ребята, единственное, на что я сейчас настроен по медвежьи, кроме доллара, это на балансы шортистов. На депозиты шортистов я настроен крайне по медвежьи. Вот. О, BNB BTC уже 1 200 000 сатоши. Если вы меня смотрели, вы помните, я вам говорил, что единственный альт, который надо шортить, это BNB. Но, естественно, я же говорил, что не прямо сейчас надо его на всю котлету шортить, а надо набирать по нему шорт, потому что смотрите, где он. И вот эти числа, они очень хорошие для до набора шорта. Если BNB сейчас сделает шорт-сквиз, вот эту всю зону я буду набирать шорт по BNB с целью куда-то сюда, с первой целью. Ну, с первой целью сюда промежуточной, потом сюда, и в конечном счете куда-то вот сюда, в этот блок. В этот блок, откуда он начал, собственно, памп. Как и вот здесь было. Вот такое же движение примерно я жду по BNB BTC. Именно к биткоину. И на Binance можно это сделать спокойно, ребята. Ссылка на Binance тоже в описании, если что. В кросс-марджине просто одалживайте BNB, продаете его, покупаете биток на него, а на биток покупаете тот же Dash Litecoin или что хотите. Вот. Как это сделать, ссылка есть в видео, сейчас появится. Вот тут посмотрите, как зашортить BNB. Но тысячу дисклеймеров, не торопитесь. Еще раз говорю, если вас сейчас ликвиднет, потому что дорогое плечо, я не виноват. Я только доберусь здесь на вашей ликвидации и поеду вниз. Но если вы понимаете, что делать, то делайте. Если вы не понимаете в этом, то лучше не делайте. Лучше сидите на споте и не дергайтесь. Ребята, глобально сейчас такие подарки просто на крипторынке, что тупо на спот добирай и сделаешь десятки иксов там в течение года-двух, я думаю. Вообще как будьте здрасте. А еще знаете что? В нашем телеграм-канале, на который обязательно должны быть подписаны, я делал пост. Почему биткоин все еще не используется для платежей? Да потому что никто не хочет продавать его. И вот у нас есть кривая от принятия. Биткоин как средство сбережения, все хотят накапливать его. И вот кривая средства обмена. То есть 30-е года, ребята. Биткоин, ключевое слово, еще не хотят обменивать на другие товары и услуги. Потому что он все еще интересен как спекулятивный инвестиционный актив. Когда он будет стоить миллионы долларов, ребята, будут его использовать. Lightning Network есть, который уже летает за 3 секунды быстрее, чем Visa и MasterCard. Поэтому это все вопрос времени. Пока есть маза его накапливать, накапливайте. Себе потом спасибо скажете. Вот. А еще хочу сказать, ребята, не знаю, или может это спойлер. Ну ладно, скажу. Мне сегодня написали Bybit. Мы с вами хорошо потрудились в турнире. DoubleSOT. Нифига не выиграли призовое место. Но вот наша команда. Вот 10 лучших участников по ПНЛ. Всем вам, друзья, скоро придут не трейдинг-бонусы, а настоящие выводимые бонусы в битке на сумму 400 долларов каждому. То есть по текущему курсу это примерно по 2 миллиона сатоши должно упасть. Вот такие вот приколюхи от биржи Bybit. Большущий им выражаю респект. Это не реклама, если что, это партнерка. Сам торгую на Bybit. Очень мне нравится эта биржа. Вот как вы видите, у меня большинство позиций на этой бирже открыто. И ссылка, естественно, в описании на Bybit. И обзор по этой бирже вы сейчас увидите в конце этого видео. Он появится как карточка. Обязательно посмотрите, если вы не знаете, как на ней торговать. Там все по полочкам четко и понятно рассказываю. Ну, а у меня на этом все. Это был Гриня, канал CryptoCommons. Ставьте лайк обязательно, раздавите эту кнопку просто. Подпишитесь на канал, если вы еще не. К нам в Селегу тоже обязательно подпишитесь. И всем тузамуна. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok